Здравствуйте, мои дорогие зрители! Вы не ошиблись, вы на канале Стильный Минималист. Что же здесь делает ролик про ремонт? Ну, дело в том, что у каждого человека рано или поздно наступает событие под этим неприятным словом «ремонт». Наступило оно и у меня. Но не спешите отписываться. Ремонт будет коротким. Ну, во-первых, ремонт конечен, стрит-стайл вечен. Во-вторых, ремонт будет косметический и даже не во всей квартире. В-третьих, это будут не столько ролики о ремонте. Я не буду показывать свой ремонт, знаете, онлайн. Сколько рум-тур по моей квартире до ремонта, после ремонта, а также то, чем я была довольна в своем предыдущем ремонте, чем не очень довольна. И, может быть, хотела бы это как-то изменить. В общем, я думаю, что это будет полезно тем, кто вообще задумывается о своем ремонте. Более того, пока здесь вся будет вот эта грязь разводиться, я планирую походить по магазинам. Там появились новые коллекции. И мне это интересно, надеюсь, и вам тоже. Даже если мы ничего не собираемся себе покупать, а я ничего не планирую, мне всего достаточно. Мне все равно интересно посмотреть, что же сейчас будет в моде, что будут носить. В общем, всем нам, женщинам, это интересно. Знаете, есть такое выражение, ремонт нельзя закончить, его можно только прекратить. Так вот, начать его тоже было непросто. Во всяком случае, для нас мы оттягивали его настолько, насколько это возможно. Мы бы, наверное, и сейчас его не делали. Но вы знаете, у нас есть коты, которые ободрали нам обои в одной комнате. Остальные комнаты у нас покрашены. Поэтому спонсорами этого ремонта выступили наши коты. Ну и к тому же так сложились обстоятельства, что у нас на время ремонта есть где пожить. У нас есть человек, который будет это делать. Поэтому, в общем, так все сложилось удачно, и мы будем это делать. Почему он будет косметический? Ну, потому что я не отношусь, знаете, к тем людям, которым нужно постоянно что-то менять в своей жизни, перекрашивать стены, передвигать мебель. Я помню, даже в детстве у меня мама любила этим позаниматься, мебель передвинуть. И для меня это всегда было каким-то дискомфортом. Я думала, ну зачем передвигать мебель? Мы же нашли наилучшее положение, когда вот мы же думали о том, где это все будет стоять. И мы нашли наилучшее и оптимальное положение вещей. Зачем их переставлять? В общем, я постоянно не только в своей одежде, но и в своем ремонте, в местоположении своих вещей, в цвете стен даже. Поэтому ремонт будет короткий, косметический. Но все-таки я что-то вам из этого покажу. И давайте начнем с рум-тура. Заходим в квартиру и попадаем сразу в прихожую. Здесь шкаф у меня до потолка. Здесь для обуви. О, вся моя. И столик, на котором стоят сумки обычно здесь. Здесь они у меня стоят. И здесь я храню пакеты для магазинов. Кстати, лайфхак. Это коробочка для канцелярии, по-моему, в Икеа я это покупала. Удобно, когда выходишь, чтобы сразу можно было взять пакет в магазин. Картины. Это рисовала дочь моего мужа в детстве. По-моему, неплохо. Практически Ван Гог. И подсветка. Да, мой хороший. Что? Упья моя косяра. Косяра хочет на руки. Что мне здесь нравится? Не эти, конечно, обудренные обои, которые я уже начала обдирать. А вот это... Это арка, не арка, что это? В общем, дырка. Здесь могло бы быть, конечно, все закрыто. Но эта дырка, она как бы делает такое пространство сразу. И вот она мне нравится. Это нам придумали дизайнеры. По-моему, очень удачно. Еще очень удачное решение. Вот эти шкафы построенные. Здесь все хранится. Все, что нужно и ненужное. Там тоже подсветка. Зеркало. Там спальня. Там спальня. Да, мой хороший. И здесь вот такие вот обои. Вообще, эти все обои мы заказывали. То есть, они такие дорогие. Какие-то борсистые чуть-чуть. Да, вот так вот мы дерем. Вот. Мы крутимся на ручки. Да, вот мы сейчас вам продемонстрируем. Да, покажи, рыжечка. Покажи, как ты дерешь обои. Давай. Давай, поднимайся. Что? Не хочешь? Вот так ты дерешь обои. Вот, да. На ручки ты хочешь. На ручки. Молодец. Ну, давай я тебя возьму. Говно мелкое. Все. Забрался. Продолжим. Так вот. Здесь ниша. Здесь ниша. Не висит телевизор. Светильнички. Очень мне нравится. Это муж выбирал такие часики. Ой, сейчас подождите. Кота возьму. Хорошо. Вот мы как передвигаемся. Да? Мы вот так передвигаемся по квартире. Да. Что такое? Что? Что? Вам пахнет чем-то? Сиди давай нормально. Чтоб мне было удобно. Черный стол зеркальный. Это, конечно, засада. Полная жопа. Особенно, когда у вас есть животное. Он никогда не бывает чистым. Да и в Москве вообще, мне кажется, такие вещи никогда не могут быть чистыми. И в Москве очень много пыли. Здесь у нас кухня. Здесь кабинет мужа. Вообще, ремонт у нас сделан хорошо и качественно. У нас очень ровные стены. Очень хорошо приклеены обои. Потому что даже когда год назад у нас с потолка текло часов 8 и сливали воду через дырку от люстры. Ну, практически 8 часов у людей наверху батарея прорвалась. Их не было дома. Они были на даче. В общем, пока они приехали. Мы 8 часов стояли здесь с тазиками, с ледрами. Так вот, обои даже не вспухли. Даже нечего было показать соседям потом, когда они приехали посмотреть, что случилось с нашим ремонтом. Ничего с ним не случилось. Поэтому делайте качественный ремонт. Я хочу перекрасить здесь. Снять обои, сделать покраску, естественно. Чтобы коты нам больше ничего не драли. Вот эти обои я хочу оставить. Мне не нравится. Не хочу ничего менять. Краску подберу где-нибудь. Может быть, не знаю, серо-зеленую, чтобы она подходила к этим обоям. Не покупайте никогда белые диваны. Мне, конечно, приходится их еще застилать и с тряпочкой, потому что у вас животные. Ну, потому что замучитесь чистить, химчистку вызывать, стирать это все. Еще надо продумывать, конечно, где у вас будет свет. Вот у нас там стоит светильник, а нет розетки. Поэтому мы живем с светильниками. А-а-а! Сейчас все упадет. Это мои кошки бесятся. Еще я сниму эти светильники и поменяю здесь, конечно, картины. Здесь будет какое-то современное искусство. Здесь у нас должны были быть домашние кинотеатры и какие-то, я не знаю, что там, эти колонки. Ну, конечно, ничего здесь не будет. Все это я уберу. Что мне, знаете, вот, что мне не нравится еще, что тяжело, у нас много углов в квартире. Углы везде практически. Вот здесь у нас куча углов. Это для кошек, как тетучка. Все это, конечно, уже заменю. Еще один пылесборничек. Это, конечно, создает какую-то динамику определенную, знаете. Но мыть это страшно неудобно. Плинтуса, это все эти углы нужно мыть. Поэтому, если у вас есть возможность не делать углы, не делайте их. И вот это тоже, вот, ну, нафиг, не нужна эта стойка, конечно, уже. Но этот угол чем-то вроде бы как нужно занять. Ну, можно, не знаю, возможность сюда поставить. В общем, не нужны эти лишние углы в квартире, я считаю. Смотрите, как это все моется. Углы, углы, углы. Сплошные углы. Развалились. Конечно, у нас все здесь для котов. Предусмотрено, вообще-то, квартира для животных, как вы уже поняли. Мы так, обслуживающий персонал. Это наша спальня. Когда заходите, сразу гардеробная. Я ее показывать не буду. У меня есть видео, как я храню свои вещи. И там хорошо показана моя гардеробная. И, посмотрите, цвет двери совпадает с цветом стен. Вообще, ничего не собираюсь здесь делать, ничего менять. И даже стены я хочу оставить такого же цвета, просто их обновить. А так все, в принципе, останется то же самое. Итак, здесь у нас гардеробная. Здесь зеркало, в котором я делаю макияж. Понимаю, что не самое удачное место. Но так как я делаю макияж за 5 секунд, то вполне. Вот это нам рисовал художник. Мы приглашали. Здесь такие вот арочки. И вторая такая же картина. Кондиционер. Люстра. Эта стена у нас совершенно пустая. Здесь только часы. Была мысль у меня сделать здесь какие-то картины. Фотографии, может быть, повесить. Но муж отстоял эту стену совершенно пустой. И, собственно, я тоже этому рада. Это и есть тот минимализм, который я люблю. И состояние пустоты. Ну, это мой столик, в котором хранятся. Моё прошение и моя косметика. Это такая картина, которую нарисовала дочь моего мужа. Здесь вешалка, на которую я вешаю вещи, когда прихожу. Ложусь спать. И это моя красота, на которую я смотрю, когда просыпаюсь. Это вещи, которые, конечно, совершенно то, что называется, излишества. И это были сборники. Но я никогда от этого не откажусь. Потому что мне это очень нравится. Люблю на это смотреть. Ну, и здесь, конечно, мои всякие украшения. С детства люблю всякие шкатулочки. Всегда у меня был такой уголок с самого детства. Ну, вот, собственно, всё. Ничего здесь лишнего нет. Всё очень просто и минималистично. А это для моей собаки, чтобы она могла подниматься на кровать. И брать её постоянно на руки. И ещё такая деталь. У нас стены как бы переходят в потолок. И покрашено это всё в один цвет. То есть тогда получается коробочка. Всё со спальней. Я вам показала те места, которые я собираюсь переделывать. Всё остальное я ремонтировать не буду. Поэтому всё остальное уже, кухню, сантехнику и прочее, я покажу, когда я буду делать ту же отремонтированной квартиры. Отремонтированной и отмытой. А потом всё остальное посмотрите в следующий раз в моём другом видео после ремонта. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И до новых радостных встреч. Надеюсь, ремонт будет не долгим, а в промежутках будет стрит-стайл и обзор из магазинов. Всем пока!